Приветствую вас! Анонс моей статейки, тем более статейки очень интересные и познавательные. Называется «Наиболее перспективная работа в Польше в 2018 году». Сразу говорю, написал я это не потому что такой большой специалист, а потому что воспользуется данными Business Insider Polska. Ссылочка там. Они посчитали, какие действительно профессии имеют ввиду белые воротнички, востребованы в Польше. Так что для всех, кто собирается искать работу в Польше, кто ищет работу в Польше, ну и вообще, кто собирается делать в Польше карьеру, почитайте. Нет, там действительно довольно так разумно. Ну, во-первых, понятное дело, программисты. Ну, вы сами знаете, как же без программистов. Потом, вы знаете, кибербезопасность. Да, такое есть. Вот насчет финансово-аналитика я там написал, что здесь есть плюс-минус. Хотя, да, действительно. Специалист по электронной коммерции, вот почитайте очень внимательно. Вот это действительно то, что надо, надо. Ну, вот если вы собираете, а чем заниматься? Я говорю, имеется ввиду Польши. Как делать карьеру в Польше? Вот. Причем специалист по электронной коммерции, там, начинающий от самого низа до самого начальника. Потом инженер в НИОК, то есть научно-исследовательской работы. Сразу говорю, да, 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 это реально. Сейчас Польша, ну, начала в этом направлении действительно двигаться. Так что здесь, в принципе, ну, для некоторой части людей, которые действительно хотят, как бы, иметь такую работу более-менее благородную и хорошо оплачиваемую, да, вполне реально. Причем в Украине это бессмыслится. В России то же самое, сразу говорю. Польша, да, платят хорошо. Идем дальше. Специалист по автоматизации технических процессов. Это имеется ввиду, ну, смотри, сейчас очень много автоматизаций. Тех же конвейеров, тех же всяких станков, автоматов специфически нужны. Причем, обращаю ваше внимание, это очень интересный нюанс. Сейчас это уже даже не скажу, что это рабочий. Это что-то наподобие рабочий инженер. Понимаете? Потому что, вы знаете, значит, наладить какой-то конвейер сейчас. Там же сплошная автоматика. Рабочий это не получится. С молотком кувалдой? Это ребята в Советском Союзе. Да, ходил мужик. Ах! Это туристика. Сейчас, в основном, надо хорошо разбираться в моделях, технологиях. Ну, там, я не знаю, там, действительно быть таким асом. Так что говорю, что это... И причем еще раз повторяю. Это очень перспективно в Польше, потому что автоматизация сильно растет. Даже на небольших предприятиях устанавливает очень много таких автоматизированных процессов. Так что вперед. Менеджер сообщества. Это общее новое. Почитайте, что это такое. Нет, у нас такого нет. Сразу говорю. Менеджер сообщества. А там, действительно. Причем, я даже беседовал. Да, есть такая профессия. Вполне. И чем более, почему бы нет. Специалист по брендированию, брендингу компаний. Вот это вот дизайн, дизайн. Знаете, все, о, я крутой дизайнер. Вперед! Вперед! Потому что, понимаете, чистый дизайнер, он не совсем нужен. А вот бренд. Брендирование нужно. Тем более, смотрите, что есть в Польше, что нет ни в Украине, ни в России. Там, действительно, есть спрос на бренды небольших компаний. Ну, вы знаете, в России и Украине есть спрос на большие компании. Туда сложно. А вот небольшие в Польше есть. В Украине, ну, чтобы компания небольшая, еще раз повторяю, заказала бренд. Знаете, такой редкий случай. Не, ну, чаще всего это логотип и бренд. Это не то же самое. И логистика, логистика, логистика. И последняя там фармацевтика. Почитайте. Я немножко кратко написал, какая фармацевтика нужна. Так что вперед и пишите хорошие комментарии. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.